Доктор Бербиндальд, оставьте икру в покое, умоляю вас. И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Но вы благословенная? Бог с вами, голубчик. Далее Петронс сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новое очень приличное. В 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все что угодно. Я того же мнения. А теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Это бесподобно. Еще бы. Заметьте, Иван Иванович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский, уважающий себя человек, оперирует закусками горячими. Есть надо уметь. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас, сохрани. Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял считать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенный состояние духа. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok